Спасибо, Алексей. Внимательное наблюдение. В эпическом каком-нибудь произведении. Например, это может быть какой-то герой, может быть герой, которого как-то еще называют попросту. И в этой эпической произведении есть, например, девочка. Девочка Эпонима она у нас. Помните, пожалуйста, вот это имя Эпонема. Так мы ее называем, эту девушку. И когда мы начинаем нашу работу, мы начинаем с рассказа в сказке «Жили-были». И здесь у нас вот аденокарцинома «Жила-была». Потому что в прямой кишке карцинома, конечно, и возникает в 90% случаев эпителии. И мы называем аденокарциномой. Есть иная группа раков, но для нас сейчас важна именно эта группа раков. Там меланома, лимфома, эндокринные различные раки. Но не об этом сейчас речь. Есть у нас еще один важный момент, который связан с изменениями, которые произошли в прошлом веке. Мы начинаем с неизлечимых раков. А теперь мы говорим о том, что очень высока возможность излечения. Результаты очень хорошие. Ну, менее 4% пациентов умирают от этого рака. И это излечимый рак. И, конечно, скрининг очень помогает добиться таких результатов. И именно скрининг является ключевым моментом для предупреждения рака, лечения рака, если он обнаружен. Но что же такое рак прямой кишки? Рак прямой кишки – это левая часть области абдоминальной. И мы понимаем, конечно, существуют риски здесь, потому что есть генетические некоторые причины для этого. Например, во время Холодной войны Россия знала, что такое и знает, что такое хорошее... Хорошо знала, что такое война, знала право-лево, кто на какой стороне стоит. И ректальный рак – это рак, который связан не с потреблением жирной пищи, как, например, в правой части это происходит в толстой кишке. На самом деле здесь прежде всего такими причинами являются курение, является излишнее потребление алкоголя. Но мы не знаем, почему это происходит. Мы знаем, мы теперь видим, каким образом распространяется рак этот по всему миру. И ректальный рак и лечение ректального рака исторически начинается, собственно, с первой части прошлого века, когда стали применять резекцию. И в настоящее время у нас есть совершенно новые подходы. У нас в 1975 году появилась идея использования стаплеров. Это идея, которая появилась в Советском Союзе. И смертность 2-3%, и риск анастоматических утечек составляет примерно 5-12%. И на самом деле это прежде всего речь идет у нас о пациентах, которые подверглись хирургическому вмешательству. И синдром этот является, конечно, очень серьезной проблемой. Есть еще одна проблема, которая является проблемой стомы, перманентно, всегда и неизлечимо существующего храма. Вот вы видите на фотографии девушку по прозвищу девушка из Апанема. Родилась она в Бразилии. Одна из самых основных проблем для бразильцев и бразильянок – это красота. И для бразильца красота – это центральная часть их мира. И, соответственно, онкологические заболевания, шрамы, синдром – это действительно проблема огромная. И таким образом возникла вот такая дерзкая мечта – изменить традиционную схему лечения, изменить традиционный вид лечения. И возникла мысль об изменении существующих подходов. Мы, конечно, знаем, что колостома – это есть такая возможность. Однако полный патологический ответ, полное безрецидивное выживание, полный патоморфоз – конечно, полный патоморфоз, он возможен, но он наблюдается только у 10-25% пациентов с раком прямой кишки после операции. Перед нами данное исследование с участием 265 пациентов, которые получали химиорадиотерапию в течение 8 недель. И после этого 71 пациент получили вот такие результаты через 5 лет. Эти результаты сохранялись, результаты хорошие. И в 2014 году мы приняли решение провести исследование среди пациентов с данной стратегией лечения. И к исследованию было привлечено около 1000 пациентов. Возникло несколько проблем, которые могут привести к неверным результатам. И во многих случаях выжидательный подход может быть довольно противоречимым явлением. Здесь возникают проблемы языка в ситуации строительства Вавилонской башни. Еще одной проблемой является проблема выбора пациентов для предоперационной терапии, поскольку, начиная исследовать любую стратегию лечения, любую методологию лечения, необходимо понять, каковы ее основные цели, как производить селекцию пациентов, кого мы собираемся лечить. Либо это пациенты, которым не показана радикальная резекция, или которым не может быть производена радикальная резекция, или пациенты, которые хотят избежать ситуации, в которой им будет выведена перманентная стома. И, конечно, в качестве суррогатного показателя, измеряемого показателя, у нас использовался не столько полный патоморфоз, сколько полный клинический ответ. Это несколько не совпадающие друг с другом вещи. Многим исследователям не удалось реплицировать, воспроизвести наши результаты. Это, конечно, проблема, поскольку данный подход, данный подход как альтернатива хирургическому лечению, требует значительного количества подкрепляющих данных. Правильное стадирование и определение клинического ответа играет ключевую роль. Если решение об отказе от хирургического вмешательства осуществляется после диагностики клинического ответа, то необходимо проводить регулярные надзорные исследования, наблюдательные исследования. Еще одно исследование с участием тысячи пациентов, которым проводилась неодевантная терапия, и у 10% из них был получен полный клинический ответ. Однако в этой группе наблюдались случаи рецидива. Это довольно значительная проблема. Мы пытались определить, какие показатели рецидива, показатели выживаемости при выжидательном подходе для пациентов с раком прямой кишки после полного клинического ответа на неодевантную терапию. При наличии рецидива пациенты, получавшие хирургическое вмешательство, демонстрировали низкие показатели выживаемости. Метастазирование также несколько чаще встречалось у пациентов, по отношению к которым применялась выжидательная стратегия, у которых развивался местный опухолевой процесс, по сравнению с теми, у которых такового процесса не было. А выжидательная стратегия может быть безопасной для большинства пациентов, однако в данном случае необходима более четкая стратификация риска. Очень важной проблемой является занишение стадии заболевания. И если спросить меня, практикуете ли вы выжидательную стратегию, то мой ответ нет, потому что я врач. Но с моей точки зрения, конечно, необходимо исследовать и долгосрочные исходы нашего лечения, и оптимальный протокол наблюдения, и необходимо рассмотреть и ту цену, которую нам придется заплатить за расширенный период надзора, за активные надзорные исследования, в том числе, в финансовом плане. В настоящий момент при предоперационной химиорадиотерапии мы пытаемся определить, насколько вовлечены лимфатические узлы. На настоящий момент лимфатические узлы представляют собой один из наиболее важных факторов в принятии терапевтических решений, однако очень трудно определить, что является собой позитивный лимфоузел. Существует заметное различие между статистической стратификацией или миграционным эффектом положительного лимфоузла и иммунологическим положением, иммунологическим статусом лимфатического узла. И крайне важно получить новые знания по этому вопросу, новые данные по этому вопросу. Около 10 лет тому назад я приступил к селекции группы пациентов, к формированию группы пациентов для определения возможностей включения их в исследования с использованием новых методов неоэдивантного лечения химиорадиотерапии. Мы начали с 281 пациента, отобрали из них 31 пациента с которым проводилось ультразвуковое обследование. В этой группе мы начали с обследования пациентов. Были выявлены положительные лимфоузлы. И мы выбрали пациентов, используя целый ряд критериев исключения для радиохимиотерапии. Критерии перечислены здесь на слайде. Мы начали с хирургического вмешательства, собственно, с резекции. После чего повторили ультразвуковое исследование инвиво. Обратите внимание, узел, опять-таки, положительный. После резекции исследование было повторено. Результат положительный. Мы направили материал, мы направили узел на обследование патомарфологам. Перед нами обычная стратификация результатов, которые мы получили в ходе исследования. очень важно, что замешение стадирования конечно происходит, но происходит и завышение. различия внутри группы могут быть довольно разительными. По моему мнению, необходимо с точки зрения терапии ректального рака, рака прямой кишки, важно учитывать следующий момент. Есть необходимость изменять представление наш подход к лечению ректального рака. Основным поводом для меня является то, что протокол Абрагама является абсолютно правильным, однако с моей точки зрения крайне важно пересмотреть что является основным критерием выбора при выбор пациентов для протокола выжидательного лечения. Большое спасибо, доктор Ванелли. Есть ли вопросы? Мы особенно ожидаем вопросов от хирургов. А что тут спрашивать? Мы совершенно согласны с этим подходом. Может быть один вопрос на обсуждение? Как вы считаете, каково различие между японскими и европейскими методами лечения в этом плане? Почему мы пытаемся избегать крупных хирургических вмешательств, масштабных вмешательств, а японцы наоборот идут на расширенную диссекцию лимфоузлов? Да, различия есть, и с моей точки зрения отличаются здесь пациенты, они столько методы лечения. Я знакома с вашим исследованием, последним это исследование великолепное, очень красиво выполненное. Количество лимфоузлов это очень важный фактор, однако выбор пациентов гораздо важнее, имеет гораздо большее значение, и существует проблема возможно генетических различий между западными и японскими пациентами. Это означает, что генетические различия гораздо более значимы по сравнению с, например, экономическими различиями. Что я хочу сказать, вы знаете Mercedes C-класса? Хорошая машинка? Да, но если вы попытаетесь поехать на Mercedes на картофельное поле, хорошая это будет машина? Ну, разумеется, нет. Видите, финансовые вопросы в условиях лечения, это, конечно, проблема, но в этом случае тут необходимо учитывать и такой момент, как косметические вопросы. Но ректальный рак, это, конечно, проблема для многих пациентов, однако для медика вопросы эстетики не имеют такого первостепенного значения. Основное значение имеют патологические результаты. Таким образом, если ваш вопрос состоит в том, делаю ли я стома, вывожу ли я стома, то да, для меня это очень важная возможность. Спасибо. ! Субтитры создавал DimaTorzok